В этом году весна была очень дождливая, влажная, и сильное большое заболевание пошел, это само манилиоз, по абрикосам, по персикам. Есть дерево, которое формируется, там ствол 70 от них, ответвлений от них, но их продолжительность жизни там 6, 10, 15 лет. Мы сейчас начали, я покажу, формировать их по-новому, то есть делаем здесь прищипку и окучиваем их в зиму, как сажение с розой, то есть землею. Продолжительность жизни их увеличивается 15-25 лет. Смотрим на пример, она на высоте 25-30, и тогда вот снизу у нас идут эти побеги, все идут. Если они подмерзли, то снизу потом все равно вы окучиваете землей, например, на такую высоту, и если там даже померзнет, они, эти будут живые и пойдут расти дальше. Если мы пускаем, делаем штамп на высоте 70-80 сантиметров, как обычно все плодовые, и потом формируем крону, крона может быть замерзнуть, потом комедитечие, эти все эти болячки начинают. А со ствола мы убираем все боковые побеги, и через 5-6 лет их уже нету на стволе, и персик погибает. Если мы опускаем крону на самый низ, оно растет, как кустарник с самого низу, тогда вот оно будет восстанавливаться, подмерзло, они пускают молодые-молодые-молодые побеги. Это из практики у нас. Вот деревья, которым по 20 лет, они прекрасно себя чувствуют и прекрасно растут, потому что идет замещение пораженных. И на зиму хотелось бы посоветовать всем, чтобы не ленились, обработали, так как большое количество этого грибка сейчас осталось с весны, поэтому необходимо их обработать в зиму железным купоросом, бордоской жидкостью, там можно побрызать еще и другими препаратами, чтобы в зиму они ушли уже более-менее здоровые. Если мы брызгаем вовремя, то есть можно по голому дереву, можно по зеленому конусу и после цветения, то есть не дать грибку развиться, тогда вы будете с огромными вкусными плодами.